в холотропия из-за того что слишком долго и учащенно дышишь вытесняется углекислый газ настолько сильно настолько долго что наступает реальное длительное кислородное голодание головного мозга кровь становится густой еле двигается по сосудам организм консолидирует всю кровь в жизневно важных органах и получается что на втором часу на третьем часу холотропного дыхания человек ловит отключение коры головного мозга активности и остается только вот этот мужичок рептилия и у многих людей происходит переживание опыта даже прошлых жизней включается какая-то лютая глубинная память даже генетическая память у человека и он начинает видеть образы картинки и ловить какие-то сверх измененное состояние сознания и вот это происходит после второго часа дыхания если вы хотите примерно такой же вайп поймать от энергодыхания то у нас часто используют другой механизм например вы дышите активную фазу 8-10 минут она идет но этого достаточно чтобы словить эффект как в холотропе двухчасового дыхания нужно всего лишь сделать задержку на вдохе подышали и потом после стоп дышим носом там у меня стоп задержка на вдохе и происходит давление в легких давление в легких идет но они же расширяются они давят на сердце и co2 резко рециркулируется в легкие и в кровь co2 выкидывали 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 до выбрасывали выбрасывали и потом раз вдох co2 вышел в легкие и тут же начинает заходить обратно вышел и тут же начинает заходить обратно потому что в сердце кровь качает и он резко залетает в кровь в организм резко повышается co2 на какой-то процент и сразу происходит усвоение кислорода те молекулы кислорода в крови которые были они резко попадают в клетки за считанные секунды и поэтому многие люди ловят такие волны такие вибрации сильные когда после такой продышки потом вдох бах все резкая вибрация просто мощнейшая по телу пошла это как раз таки кислород залетел в клетке этот эффект идет недолго но примерно как в холотропе на втором третьем часу и намного безопаснее единственно что если вы это сделаете стоя вы будете сто процентов потеряете равновесие все-таки нужно это делать сидя либо лежа просто будьте с этим аккуратно и вы просто можете после каждой фазы ловить такие эффекты это прям реально абсолютно нормально и не так опасно как на холотропе на втором часу третьем часу первые 10 секунд просто лютая вообще космос ловите в активном дыхании в активной фазе идет кортизольно-адреналиновая смесь реакция учащенное дыхание но по-любому сердцебиение увеличивает поэтому многим страшно во время окон организм дает напротив реакцию поэтому в окнах так хорошо дофамин серотонин окситоцин получается что вы одно делаете второе одно в той как бы раскачиваете и потом это уравнивается прям выравнивается гормональный фон люди которые были на адреналине на кортизоле их колбасит качает раскачивает бомбит во время сеанса им страшно но потом это все выравнивается то есть частое дыхание это адреналин кортизол по-любому поэтому в холотропе так все орут а вот это вот такая злость у людей идет может быть истерики а если по ним добавили окошки бываете в холотропе окна это было бы намного мягче потому что в окнах люди бы ловили вот эти вот приятное состояние тоже чувствуется